Завод кровельных материалов Шатыр Ортологэ производит и реализует металлочерепицу Каскад, профлист, сайдинг, водосточные системы из металла с завода Северсталь, а также не имеющую аналогов в Казахстане, металлочерепицу Андалузия с уникальным дизайном под натуральную черепицу. Выезд на объект, замер, расчет, доставка бесплатно. Возможен кредит. У нас самые низкие цены в городе. Наш адрес, юго-запад, участок 103, возле рынка Тобыс, телефон 947-500. Он нас внимания не обращает. Вы уж помогите. А почему дочка за вами не ухаживает? Жить невозможно, но приходится больному человеку и его соседям. Похоже, что до обращения в СМИ никто так и не повернулся лицом к общей беде. Различных причин много, но в основном на 80-90% составляет причина того, что отсутствует бюджетных средств на православляющие документы. Сегодня состоялась очередная 34-я сессия обл. Маслихата. На повестке дня стояли вопросы об исполнении областного бюджета за 2018 год. Нуждающимся семьям вручили ключи от новых квартир. Мероприятие завершилось благотворительным концертом народного арта Нурлана Абдулина. Здравствуйте! В эфире информационная программа «Факт» в студии Асель Арастангалиева. Дожди с грозами в ближайшие трое суток в Казахстане ожидаются лишь местами, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет». На фоне повышенного атмосферного давления фронты, которые перемещаются через северные районы Казахстана, будут лишь местами вызывать кратковременные дожди с грозами. Кратковременный дождь, гроза и порывистый ветер ожидаются преимущественно в горных и предгорных районах на юго-востоке республики, сообщается в прогнозе погоды на 20-22 июня. По информации синоптиков, жара и погода без осадков предполагаются в западных и южных районах. Днем воздух прогреется до плюс 30-35, местами до плюс 36-40. Жить невозможно, но приходится больному человеку и его соседям. Похоже, что до обращения в СМИ никто так и не повернулся лицом к общей беде, несмотря на неоднократные призывы о помощи. «Она внимания не обращает. Вы уж помогите. Если что, мы дальше пойдем». «А почему дочка за вами не ухаживает?» Это нога живого человека, живущего в мирное время, в мирной и процветающей стране. Изуродованную конечность живьем поедают черви. Но старец не унывает, держится молодцом, похоже, совсем не надеясь на чью-то поддержку. «Один я живу. Дети в городе, две дочки. Все. А что тут еще?» «А почему живете один?» «А с кем я должен жить?» «Вам не тяжело одному жить?» «Ну как? Ну я привык уже». «Вы инвалид?» «Ну нет, но... Нет, не инвалид». Пожилой мужчина сейчас на пенсии живет в старенькой двухэтажке барачного типа. К слову, времянка, где ютятся без элементарных удобств еще несколько семей, совершенно не предназначена для постоянного проживания. Строилось здание когда-то для вахтовиков-геологов. Но речь не о том. В условиях лютого холода пенсионер не смог оплатить комуслуги, остался без отопления. Отморозил конечности, что и привело к гангрене ног. Теперь едва передвигается на костылях, редко выбираясь из квартиры, больше похожей на помойку. В комнате стоит жуткий запах. Такое соседство вынуждены терпеть соседям. Собственно, они и подняли тревогу. На этот раз совершенно решительно. Ранние обращения к чиновникам и ответственным службам не дали никакого результата. Теперь люди вполне справедливо возмущаются. Жить в антисанитарии невозможно. Да и сосед тоже человек, имеющий, кстати, двоих дочерей. Запах идет. Помогите мужу в Акимате и в этот. Что вы сказали в Акимате? Ну что, сколько, сколько туда-сюда. А дочки, говорят, а дочки тоже, этот, у него дочки есть, не хотят. Уже устали мы уже. Запах, и болеем уже у нас и бронхи. Он еще этот, гангрена нога. Он же не ходит толком. У него дома воды нету. Антисанитарии. Он там и под себя, и этот, и мусор собирает. Кому конкретно вы обратились? Заявления, письма? Письма, конечно, в Акимат писали. Участковые все в курсе. Вот дочь тоже вчера сами с дочкой разговаривали. Она говорит, ну не знаю, завтра приедет, может, этот, отказную будет писать. Ну и как-то помогут. И действительно, за маму. Я сам ходил туда несколько раз, убирался в его квартире. Он брошенный, никому не нужный старик. Но и нам, поймите, такие заботы ни к чему. У него гниют ноги, ползают червяки, вонь стоит невыносимая. Кто-то же должен обратить на это внимание, кроме нас. Воняет. Сейчас скоро у нас июль месяц. Вы сами знаете, что июль месяц какая-то жара будет. Но сейчас, не знаю, это надо решать, пораньше надо было. Не знаю, все жалуются. Не дай бог, какой-нибудь там, это будет там, да. Не знаю, что будет. Но мы просим, что администрация, что-то решили. У нас у всех дети. Сейчас каникулы начались. В таких условиях жить уже невозможно становится. Дочки, если к нему не ходят, то должны быть другие способы оказать помощь. Он же человек, в конце концов. Куда нам еще обратиться, мы не знаем. Остается только рассказать об этом на всю страну, по всем каналам. Тем временем, загвоздкой может стать лишь одно обстоятельство. Человек, имеющий детей, не может быть оформлен по закону в социальные учреждения на постоянное проживание. Для этого нужен официальный отказ дочерей. Воды нету, газа нету. Кто кушает, варит вам? А их кушают. В магазине заработаю, зарабатываю. Чем? Машины ремонтирую. Здоровье позволяет вам? Да, да. А почему вы к врачам не обращаетесь? У вас же вот с ногами проблемы. Меня отвезли в БСМП, а потом и тут же выгнали. Ты нам не нужен, говорит. Все, у тебя была флегмона, флегмона прошла, все. Вот и все. А участковый врач из поликлиники приходит? Нет. Почему? Но даже несмотря на его оптимизм, совершенно непонятно бездействие органов санитарного контроля, местного медучреждения, социального обеспечения. Для чего нужна целая армия чиновников, которые позволяют своим гражданам тихо умирать от ран в заброшенном склепе под громким названием «Квартира». И уж точно не соседи должны подавать сигналы СОС в подобных случаях. А иначе зачем все эти разговоры про социальное государство с неуклонным ростом всеобщего благосостояния? Вы дальше собираетесь? Потихонечку. Как до этого жил, как и буду жить. Ирина Гудь, Смирлан Манжолов, программа «Факт». Сегодня состоялась очередная 34-я сессия областного маслехата. На повестке дня стояли вопросы об исполнении областного бюджета за 2018 год и реализации основных направлений налоговой бюджетной политики, принятых в прогнозе социально-экономического развития области. С докладом выступил руководитель управления финансов Гульнас Сесенова. Различных причин много, но в основном на 80-90% составляет причина того, что отсутствует бюджетных средств на правоосновывающие документы. Почему отсутствует то же самое Мардагам, Зайту, Отроландай, здесь администраторы бюджетных программ при строительстве объектов должны в управление экономикой заявлять бюджетную заявку на выделение средств для оформления правоосновывающих документов. Правоосновывающие документы, как вы знаете, это земельный акт, техпаспорт и соответствующая регистрация в органах юстиции. За последние 7-8 лет мы сейчас выборку сделали, и вот эти 109 объектов действительно по факту есть. Мы сейчас по поручению Акимовой области с Улжас Махаровичем отрабатываем дорожную карту, в которой будут указаны конкретные сроки и в которой будет указано непосредственно, кто будет это все делать. Областной бюджет по доходам в течение года был уточнен пять раз в сторону увеличения на 13 миллиардов 535 миллионов тенге и исполнен на 167 миллиардов 971 миллион тенге. Поступление доходов в основном обеспечено за счет налоговых платежей на сумму 38 миллиардов, неналоговых 4 миллиарда и поступление трансфертов более 108 миллиардов тенге. Кроме того, из республиканского бюджета выделены целевые трансферты в общей сумме 43 миллиона 681 тысяча 506 тенге. В том числе на развитие строительства и реконструкцию объектов образования и здравоохранения, на оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, на развитие обустройства инженерно-коммуникационной инфраструктуры, на закуп лекарственных средств. В целом удалось достичь большинства запланированных показателей развития экономики региона. Все это позволило сохранить социальную направленность расходов областного бюджета, которые составили в 2018 году 59 миллиардов 181 миллион тенге. Депутаты обратили внимание на недостаточное налоговое администрирование, в результате которого сумма недоимки составила 1 миллиард 584 миллионов тенге. Сегодня в здании творческого центра Жубанов Тар-Алема состоялось вручение ключей от новых квартир нуждающимся семьям. Мероприятие прошло с участием первых лиц города, а завершилось благотворительным концертом народного артиста, заслуженного деятеля Республики Казахстан Нурлана Абдулина. Долгожданным стал такой подарок властей для приглашенных женщин. Все они воспитывают более трех детей и, конечно, нуждаются в отдельной благоустроенной жилплощади. Сегодня руководители области и города вручили пятерым матерям ключи от квартир и 20 нуждающимся семьям денежные сертификаты на общую сумму 11 миллионов 500 тысяч тенге. Многие из получателей стояли в очереди на получение жилья не один год. Все это время им приходилось решать жилищный вопрос самостоятельно. Теперь появилась реальная поддержка государства. Кому-то в виде ключей от квартир, кому-то в виде денежных средств. Я многодетная мама, воспитываю пятерых детей. В очереди на получение своего жилья стоим шестой год. Пока ждем, все это время живем на съемных квартирах. Я, конечно, рада, что на наши проблемы сейчас обращают внимание. Полмиллиона тенге нам тоже очень помогут решить другие семейные вопросы, требующие больших затрат. Прекрасным продолжением приятной раздачи подарков стало выступление популярного и всеми любимого артиста. Нурлан Абдулин согласился дать благотворительный концерт, средства от которого будут переданы многодетным и малообеспеченным семьям, а также людям с ограниченными возможностями. Ирина Гуц, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Саудовская Аравия виновна в совершении внесудебной казни журналиста Джамаля Хашоги, которая произошла в октябре 2018 года. Об этом сообщается в докладе специального докладчика-советника ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар. Выводы спецдокладчика, опубликованные накануне официального представления оценки результатов расследования убийства Хашоги, в ходе 41-й сессии Совета ООН. Будут озвучены они перед самим Советом 26 июня, сообщает РИА Новости. Ранее власти Саудовской Аравии неоднократно заявляли о том, что ведут собственное расследование, отрицая при этом международное расследование, а также привлечение к делу других стран. Турция требует от Саудовской Аравии выдачи виновных в смерти журналиста, а также информацию о местонахождении тела журналиста. Саудовская генпрокуратура заявила, что по делу об убийстве Хашоги задержан 21 человек. Для пяти из них прокуратура потребовала смертной казни. О других новостях в стране и мире смотрите в следующей подборке. Число пострадавших в результате землетрясения в Японии выросло до 26 толчки. Магнитудой 6,7 зафиксировали накануне вечером в Японском море рядом с префектурой Ямагата. Большая часть пострадавших – это пожилые люди, которые получили травмы в результате падения из-за подземных толчков, сообщает телеканал «Россия-24». Недалеко от ираковского города Басра упала ракета в районе, где располагаются объекты иностранных нефтяных компаний. Речь идет о реактивном снаряде с небольшой дальностью полета. По предварительным данным, как минимум два человека получили ранения. Очевидцы говорят, что после удара слышали три взрыва, передает телеканал «Россия-24». Вблизи места падения располагаются здания нефтяных компаний, причем снаряд упал в 100 метрах от жилого и операционного центра «Эксон». В руководстве компании заявили, что планируют эвакуировать 20 своих сотрудников из Ирака. Власти страны заверили, что падение ракеты не повлияло на нефтяные операции на юге, включая экспорт. ТАСС сообщает, Министерство обороны США исходит из того, что применение военной силы против Ирана потребовало бы консенсуса мирового сообщества, однако оставляет за собой право на односторонние ответные действия в случае удара Тегерана по американским гражданам или объектам. Об этом заявил заместитель председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Пол Селва, комментируя рост напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана после инцидента в Аманском заливе. Улики указывают на Иран. Единственным злоумышленником в регионе, у которого есть мотив, является Иран, утверждал американский военачальник. Международная следственная группа сегодня представит новые данные расследования о гибели самолета Boeing над Украиной в 2014 году. О новых результатах расследования первыми узнают родственники погибших. Для прессы эта встреча будет закрытой. Ожидается, что будут названы имена четырех причастных к гибели самолета Malaysia Airlines. Параллельно с официальной группой по расследованию свой доклад опубликует группа Bellingcat, сообщает Интерфакс. Этот доклад состоит из ста страниц, в нем указаны имена причастных к этому инциденту сепаратистов. Boeing 777 рейсом MH17 был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Комиссия Совета Безопасности Нидерландов пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой класса «Земля-воздух» из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Сбившую Boeing ракету удалось идентифицировать. Еще в 1986 году, то есть во времена СССР, она была отправлена на Украину, после чего на российскую территорию она не возвращалась. Нидерландам были переданы данные радаров и документы, подтверждающие, что сбившая самолет-ракета принадлежала Украине. Эта информация была комиссией по расследованию проигнорирована. Костак сообщает, на саммите «Большой двадцатки» будут обсуждаться вопросы торговли, в том числе реформа Всемирной торговой организации, сообщает Reuters. На собрании финансовых лидеров, состоявшемся ранее в этом месяце страны G20, выпустили коммунике, в котором предупреждали, что торговая и геополитическая напряженность усилились и что они готовы принять дальнейшие меры против этих рисков. Спутник, сообщает, Акимата Терао прокомментировал видео, появившееся в соцсетях и вызвавшее резонанс. На кадрах видно, что воспитатель преследовал ребенка и, возможно, подняла на него руку. Пользовательница сети сообщила о некорректном поведении воспитателя в специализированном детсаду для детей с нарушением речи. В комментарии к ролику сообщается, что это не одно видео, где воспитатель бьет и пинает ребенка. Опубликованные кадры вызвали возмущение жителей города. Позже в Акимате прокомментировали ситуацию. Городское отдел образования приносит свои извинения за недопустимое поведение воспитателя, а также информирует о том, что за нарушение педагогической этики грубое обращение с воспитанниками детского учреждения воспитатель была уволена, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Акимата Терресской области. Это не единственный подобный инцидент в учреждениях образования региона. Нам в марте стало известно о том, что в интернате для детей с нарушением речи воспитатели избивали воспитанников и заставляли их работать. Сразу после рекламы во второй части мы продолжим. Уже завтра по всему Казахстану стартует единое национальное тестирование. В нашем городе определены три пункта сдачи ЕНТ на базе школы и двух вузов. В Актубе стартовали соревнования по стрельбе среди военнослужащих Нацгвардии. В Актубе приехала краеведческая экспедиция «Поклон на родине». В нее входят ученики с 7-11 классов Назарбаев интеллектуальных школ из Талдыкургана и Семея. В течение недели ребята посетят целый ряд исторических и культурных достопримечательностей города и области. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Наслаждайтесь качеством кожи, удобством колодки, стельками с воздушными подушечками и подошвой антистресс. Узнайте секрет летящей походки с летней скидкой от 25 до 50%. Порадуйте ваши ножки. Магазин «Авантаж Еврошуз». Знания Актубе оқу орталыға бұқалтырлы кесеп, компьютер, аспаздық, сұлылық күттімі, жұмысшы және техникалық мамандықтар бойынша қысқа мерзінді курстарға шақырады. Ез арада жаңа мамандығы есатан оңызға болады. Оқыту және біліктілікті тартыру бағдарламаларының 40-қа жылық түрлері қарастырылған. Мерзімі екаптадан екайға дейін. Төмен баға, ұңғайлы сабақ кестесі, өндірістегі тәжірбеден өту, жұмысқа орналастыру. Знания Актубе оқу орталыға, Уалиханып көшесу оныш, 31-ші кеңсе. Қонғырау шалыңыз 40-05-01. Слушай радио онлайн! Слушай любимую радиостанцию в своем телефоне там, где ты хочешь. Актубе радио слушайте онлайн на сайте www.актуберадио.кз. Газета «Эврика» в печатном варианте выходит в среду. Газета «Эврика» в электронном варианте читается в любой день. На сайте rikotv.kz свежий номер и архив материалов, фото и видео, опросы и конкурсы. И еще много всего интересного. Читай, комментируй, присылай темы. Газета «Эврика» теперь и в мобильном приложении на Android и iOS. Казахстан Уже завтра по всему Казахстану стартует единое национальное тестирование. В нашем городе определены три пункта сдачи ЕНТ на базе школы и двух вузов. В целом по области их будет 15. В этом году база тестовых вопросов обновлена на треть, а формат сдачи ЕНТ в основном остался прежним. Но несколько новшеств все же имеется. Если у абитуриента или у студента есть международный сертификат по английскому языку, они могут не сдавать по этим предметам. Второе изменение. Если студент, не студент, специалист, который закончил колледж, хочет дальше учиться по своим специальностям, они могут не сдавать КТА, могут поступать на платную основу в вуз. Тестирование в этом году проводится четыре раза в год. Зимой, весной и два раза летом. Досрочно его могли сдать только те, кто планировал поступить в вуз на платной основе. Что касается претендентов на грант, то у них есть всего один шанс набрать необходимое количество баллов. Участие в ЕНТ примут свыше 5000 октябинских школьников. Многие намерены сдать экзамен на государственном языке. Во всех аудиториях будут работать и видеокамеры. По традиции будут работать и апелляционные комиссии. В результате ЕНТ абитуриенту могут обжаловать, подав заявление на следующий день до часу дня. В октябре стартовали соревнования по стрельбе среди военнослужащих Нацгвардии. Сегодня в войсковой части 66-55 прошло торжественное открытие турнира на первенство Национальной гвардии по пулевой стрельбе из штатного оружия. В них приняли участие более 70 лучших стрелков Нацгвардии со всего Казахстана. Соревнования посвящены мужеству и отваге военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга во время событий в октябре 5 июня 2016 года. Торжественное открытие соревнований прошло в войсковой части 66-55 Национальной гвардию памятника погибшим при исполнении воинского долга. В нем приняли участие заместитель командующая РГК Батыс Павел Ситников, руководство войсковой части, а также ветераны воинской службы, участники трагических событий, произошедших 5 июня 2016 года и родственники погибших в тот роковой день. Сегодня мы проводим мероприятие первенства Национальной гвардии по пулевой стрельбе из штатного оружия. Соревнования проводятся в рамках 17-й спартакиады Национальной гвардии по военно-прикладным видам спорта. Данные соревнования посвящены героизму и мужеству, проявленному военнослужащим воинской части 66-55 в 16-м году 5 июня. После торжественного марша участники соревнования отправились на стрелковый полигон в районе поселка Акжар. Там стрелки боролись за звание лучших, виды оружия АКМ и пистолет Макарова. Завтра к часу дня должны будут определиться победители турнира. В программе соревнований стрельба из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Несколько упражнений, есть скоростные, есть стандартные статические упражнения. Опыт прошлых соревнований показывает, что наши военнослужащие в ходе проведения соревнований выполняют нормативы мастеров спорта. Награждение лучших стрелков состоится 21 июня. Победители ждут дипломы и медали, а команды, набравшие больше всех очков, будут награждены кубками. Антон Пережогин, Жаслан Жубаев, программа «Факт». В Актубе приехала краеведческая экспедиция «Поклон на родине». В нее входят ученики 7-11 классов Назарбаев интеллектуальных школ из Талдыкургана и Семеи. В течение недели ребята посетят целый ряд исторических и культурных достопримечательностей города и области. А сегодня экспедиция приехала посмотреть на лошадей на ипподроме. Всего экспедиция насчитывает 25 учеников Назарбаев интеллектуальных школ Семея и Талдыкургана. В ходе экспедиции юные ученые уже побывали в музее Алии Молдогуловой, а также в Хабдинском районе. Здесь для ребят был проведен познавательный тур по священным местам региона. В их числе мавзолей Аббат-Байтак и мемориальный комплекс, отрытый в честь Кобланды-Батыра. Мы были уже в Хабдинском районе, в центре Алии, в мавзолей Аббат-Байтак и этномемориальном комплексе Кобланды-Батыра. Также были в городе, в музее имени Алии Молдогуловой. И теперь планируется посетить осетровое хозяйство и университет Жубаново и много-много интересных месток к тебе. Как рассказали участники экспедиции, они многое почерпнули из поездок по музеям и историческим местам нашей области. Школьники из Семея и Талдыкургана выяснили, что в Актобе очень уважительно относятся к героине Великой Отечественной войны Алии Молдогуловой. Кроме того, их увлекла поездка в Хабдинский район. В Актобе экспедиции пробует до конца недели. В частности, я рада побывать в Актобе, потому что раньше я была наслышана, что отсюда родом многие герои Великой Отечественной войны и не только. И я рада, что я смогла посетить музей и мавзолеи великих людей. В частности, я много узнала об Алии Молдогуловой и узнала, что ее здесь очень чтут и уважают. И я поняла, насколько здешние местные люди верны традициям казахского народа. И поняла, что здесь вольно-невольно заряжаешься этой патриотической энергией. Проект экспедиции «Поклон на родине» был запущен на Зарбаев интеллектуальных школах еще в 2012 году. В Актобе к нему присоединились на следующий год. С тех пор в наш город экспедиции школьников из других городов приезжает уже пять лет. Актобинские школьники, кстати, отправились в аналогичную экспедицию в Тарас. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт». Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Нью-Йоне состоялась жеребьевка второго отборочного раунда Лиги Чемпионов, сообщают Вести Кейзет. Казахстан в этом турнире представляет чемпион премьер-лиги столичная Астана. Она начнет выступление в турнире с первого отборочного раунда, где сыграет с румынским ЧФР из Клужа. Теперь же стало известно, что в случае выхода во второй отборочный раунд Лиги Чемпионов Астане предстоит встретиться с Макаби Тель-Авив из Израиля. Напомним, первый матч Астаны с ЧФР пройдет в Нур-Султане 9 июля, а ответный в Румынии 16 июля. О других новостях спорта смотрите в следующей подборке. Если вы совершили покупку, а товар надлежащего качества вас не устраивает по цвету, фасону, марке, то вы вправе в течение 14 дней с момента передачи вам непродовольственного товара обменять товар на аналогичный товар или вернуть его. При этом необходимо сохранить платежный документ надлежащий вид товара. Местом обмена является место покупки товара или иное непредусмотрено договор. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok